Мы победили вместе. Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев провела круглый стол с ветеранами, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Целью мероприятия было вспомнить общее прошлое советских народов и отпраздновать 72-ю годовщину победы над фашизмом. Союз Нерушимый Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь. Участники этого мероприятия почтенно встали со своих мест и поют гимн не Российской Федерации, а Советского Союза. Случай подходящий. Уже не первый год Люберецкая национально-культурная автономия азербайджанцев приглашает за круглый стол ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы вспомнить общий вклад советских народов в дело победы. Сказать вам огромное спасибо, что откликаются на нашу просьбу. Собрались сегодня. Май месяц продолжается. Победа наша продолжается. Победные дни. В национальной автономии к мероприятию готовились. Вначале предложили к просмотру фильма роли Азербайджана в Великой Отечественной войне. Затем предоставили слово ветеранам. Им, конечно, было что вспомнить. 94-летний участник войны, лётчик-истребитель Георгий Новиков, рассказал о полковом докторе из Азербайджана. Мы всегда его при встрече вспоминали. По любому вопросу к нему подойти, он всегда поможет. Он всегда... Ну, исключительно из души был просто человек. Вспомнили родившегося в Баку Николая Байбакова военные годы народного комиссара нефтяной промышленности и генерала-полковника Ванникова до 24-го года, жившего в столице Азербайджана, а после директора Люберецкого машиностроительного завода. Мы единый народ, и мы рады. И наши дети, наши внуки, они привыкают к этому, потому что это великая победа. Победа полонитарного масштаба. Инициативу азербайджанской автономии проводить такие мероприятия активно поддерживает Люберецкая общественная организация «Дети войны. Память» во главе с председателем Ольгой Поликарповой. Мы должны чаще обращаться к ветеранам, считает она. Мне трудно представить, что бы мы делали без вас, чтобы кто-то мог сказать молодому поколению, рассказать правду о Великой Отечественной войне. Среди гостей мероприятия – друзья Люберецкой национально-культурной автономии азербайджанцев, родственники ветеранов, общественные деятели и журналисты. Это видно, что люди делают именно от своего сердца, потому что им хочется это выразить здесь и сейчас, пока живы наши ветераны уважаемые. И чтобы в их памяти отложилось то, что всё-таки мы вас чтим, любим, помним и всегда будем помнить. После официальной части последовало щедрое кавказское застолье. Ветераны читали стихи собственного сочинения, звучало победное троекратное «Ура» и фронтовые песни. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ ТЕЛЕ ТЕЛЕ